Доброе утро, Бокертов! Сегодня 11 декабря 2020 года. Вы послушаете новости на относительно легком иврите. Это будет язык пятого уровня сложности по стандартам нашего канала. Я сначала прочитаю текст новостей, а потом их разберу. Доброе утро, Бокертов! Доброе утро. Здравствуйте! Вы слушаете новости на легком иврите. Эмирует. Эмираты. Подразумевается Объединенные Арабские Эмираты. А шейх Хамед бин Халифа канают терми хамиши махус мемуадон бейтар ирушалаем. Шейх Хамед бин Халифа купил более 50% от клуба бейтар ирушалаем. Слово шейх. Обратите внимание, как пишется. С буквой хэт и стоит значок гэрэш. Шейх – это лидер клана. Это духовный, может быть, лидер или лидер клана в исламском мире. Почему здесь написан значок гэрэш? Если я напишу без гэрэша, то это слово можно прочитать как сиях. Сиях – это беседа. Если я напишу слово шейх с буквой кав, то это слово можно прочитать ошибочно, как шаях. Легко перепутать. Шаях – это относится, принадлежит. Чтобы не перепутать, чтобы мы понимали, что это шейх, и так как это слово не евритское, то такое допустимо, здесь добавлен значок гэрэш. Слово бейтар, мы обращаем внимание, здесь значок, который называется гэршаем, двойной гэрэш, как бы два апострофа, похоже на два апострофа. Когда этот знак стоит перед последней буквой, мы понимаем, что речь идет о аббревиатуре. Это непростое слово. Бейтар – это брит имени, брит, извините, брит союз, брит Йосеф Трумпельдор. Союз имени Йосефа Трумпельдора. Йосеф Трумпельдор – это национальный герой, организатор отрядов самообороны в Эрец-Израэле, еще до образования Израиля. И этот клуб, иерусалимский спортивный футбольный клуб, носит его имя. Мошэ Хогэг, аббеалима кудэм шел амуэдон, эмар – «Эрев хага ханука, аменора шел бейтар, нидлекет беор хадаш». Мошэ Хогэг – это имя и фамилия – предыдущий хозяин этого клуба, сказал «Накануне праздника Хануки менора, или светильник бейтара, загорается новым светом». И несколько слов, которые нас здесь особо заинтересуют. Слово «беалим» – хозяин. В иврите слово «беалим», несмотря на то, что у этого слова окончание «им», это слово «в единственном числе». То есть, если я хочу сказать «хороший хозяин», я скажу «беалим тов». Если я хочу сказать «один хозяин», я скажу «беалим эхад». В иврите всего три таких слова в современном иврите, когда окончание «им», но слово «в единственном числе». Я приведу еще один пример. Слово «элуким» – Всевышний, Бог. И на иврите говорят «элуким» – «эхад» – Всевышний, один. Несмотря на то, что слово «элуким» тоже заканчивается на «им», как бы внешнее слово во множественном числе. И здесь у нас в предложении было «абеалима кудем», получилось как предыдущий хозяин. Слово «эрев» нам известно в значении «вечер», но это же слово в словосочетаниях мы переведем как «накануне». Например, «эрев шаббат» получается как «вечер субботы» или «накануне субботы». «Эрев хаг аханука» – «накануне праздника Хануки», «перед праздником Хануки». Аменура – светильник, и одним из символов клуба «бейтар» является храмовый светильник Аменура. И здесь говорится о том, что этот светильник, он загорается, «недлекит» – слово «менура» женского рода, поэтому «недлекит» – загорается новым светом. «Анахну» – «мивиим» – это «моадон», «леямимшельдукиюм». Мы приводим клуб к дням. Давайте разберем слово «дукиюм». «Ду» – пришло из арамейского языка. Это слово означает «два». В иврите само по себе это слово не используется, только в устойчивых словосочетаниях. Например, если «сиях» мы сказали – это «беседа», то «дусиях» – это «диалог», как бы совместная беседа. «Киюм» – это «существование», «дукиюм» – «сосуществование». Если вам не совсем понятно было то, что я сейчас сказал о слове «ду» и также о слове «хад» или «тлат», в том числе смотрите видео 675, где я об этом подробно рассказываю. Теперь, то, что не касается иврита, когда в Израиле говорят «дукиюм», то, как правило, подразумевается сосуществование евреев и арабов. И этот клуб, который «бейтар», он во многом очень символичен. То есть в этом клубе очень много национальных символов. Иерусалим, Минора, Йосеф Трумпельдор. И сейчас в следующем предложении мы поймем, в чем еще есть проблема. Слово «хад» в словарях, как правило, переводится как «любящий», «ценящий». А мы переведем по смыслу, так как речь здесь идет о спорте, о спортивной команде, в футболе. А уадим – это будут болельщики. Огэд – болельщик. Болельщики из «ла фамилии» написали на стенах в Иерусалиме «граффити против сделки». Теперь слова некоторые, которые нам пригодятся. «Граффити» – это не ивритское слово, и нам по смыслу понятно, какая-то настенная надпись. «Иска» мы чувствуем тот же корень, что в слове «эсэк». «Эсэк» – это бизнес или дело. «Иска» – это сделка. «Негида иска» у нас получилась против сделки. Теперь то, что не касается иврита. «Ла фамилия» – это название организации группы болельщиков, или я скажу, группы фанатов-хулиганов, из клуба «Бейтар». Уже по названию «ла фамилия» мы понимаем, что они здесь намекают на то, что они ведут себя, или хотят показать, что они ведут себя, как мафия. И вот эти хулиганы из «ла фамилии», они позорят свою команду, позорят спорт и позорят символы, которые представляет эта команда. Например, они позволяют себе оскорбительные выкрики по отношению к футболистам, которые арабы или мусульмане, что недопустимо не только в спорте, в принципе. И как внутри этой команды, так и со стороны, очень многие сейчас видят в этой сделке или покупке, продаже, видят не только риск, что сейчас кто-то со стороны может, не подумавши каким-то образом навредить национальным символам, которые выражают этот клуб. Но в то же время надежда, что вот этот новый хозяин, он сможет повлиять на команду, чтобы избавиться от хулиганов, которые на данном этапе, к сожалению, имеют какую-то силу. Еще раз, с одной стороны, есть опасение, что новый хозяин, он может пренебречь национальными символами, потому что он даже может быть несознательно, не понимая, о чем идет речь. И при этом есть шанс сейчас у команды стать нормальной, не агрессивной, избавиться от каких-то фанатических болельщиков. Я покажу фотографию справа. Здесь это шейх Бен-Халифа, и слева это предыдущий хозяин Бейтара, Моше Хогег. Возвращаемся к новости. Иран. Кто-то вывесил или повесил на одном из мостов в Тегеране флаг Израиля со словами «Спасибо Моссаду». Теперь я покажу, как это выглядит. Вот таким образом израильский флаг. Здесь надпись на английском языке «Сэнкью Моссад». Мы видим, что это мост пешеходный в Тегеране. То есть смелостью нужно обладать, чтобы такую вещь сделать. И я объясню, о чем идет речь и почему в Тегеране появилась надпись. Некоторое время назад была кем-то проведена операция по ликвидации одного из лидеров ядерной программы Ирана. Его фамилия Фахризаде. И эту операцию приписывают Моссаду, хотя никто не взял на себя ответственность. Когда говорят «Моссад», подразумевается служба внешней разведки Израиля. Хотя само слово «Моссад» или «Амосад» – это учреждение, какая-то структура. Но просто под «Моссадом» подразумевается внешняя разведка. «Морокко». Король Мухаммад VI утвердил или разрешил дипломатические отношения между его или своим королевством и Израилем. Обращаем внимание, что слово «мелех», мы переводим его по контексту как «царь» или «король», тот же корень в слове «мемлаха». Тот же корень «мелех». И «мемлаха» мы переведем как «царство» или «королевство» по контексту. «Телем» – название населенного пункта. «Миня сказала, что она рада, что есть мир с Марокко, потому что она очень любит просушенные, высушенные муфлеты. Муфлета – это традиционное блюдо марокканское праздничное у евреев Марокко. И это что-то напоминающее блин муфлета. Почему в данном случае «евашот»? Потому что козам, я покажу, о ком идет речь, это мини-козам не рекомендуется есть свежий хлеб или какие-нибудь мучные изделия свежие. Нужно обязательно их немного просушивать, так как у нас канал в том числе о козах. Имейте в виду, своим козам просто хлеб не давайте, это довольно опасно для них. Вкусней, чем муфлета, более вкусно, чем муфлета, дословно, может быть только трубка кондиционера. Наша коза Мини очень любит трубки кондиционеров. Я об этом уже рассказывал. Обратите внимание, в этом отрывке новости есть слово «смыха» и есть слово «евышот». В форме мужского рода «самэах» – «радостный», «явэш» – «сухой». Это слова, определяющие состояние, временное состояние. Если вам не совсем понятно, о каких словах идет речь, в древнем иврите это были глаголы, в современном языке это уже ассоциация у нас как прилагательная, я рекомендую посмотреть видео номер 8, где я рассказываю как об этих словах, так и о словах, определяющих постоянное состояние. И я предполагаю, что нигде, кроме моего материала, вы об этом не слышали, потому что я буквально по крохам все эти слова собирал. Я очень надеюсь, что это было интересно, может быть даже познавательно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Лейт Рауд. До свидания.